приветствую вас на своем канале я светлана и у нас сегодня 37 градусов жары и 25 июля я приглашаю вас на прогулку в сад пройдемся я расскажу вам покажу чем я занималась в июле что делала как чувствовать себя гортензии розы штамбовые гортензии хвойные растения узнаем какие новинки появились моем саду просто прогуляемся получим хорошее настроение и позитив на следующую неделю потому что скоро август август это последний месяц лета расскажу вам много интересного и красиво идемте предлагаю начать нашу прогулку с центральной аллеи видите в аллее с кипарисовиками и вонны и мин джулипами я в этом году посадила лилии у меня лилии очень много июль это месяц когда лилии играют главную песню в саду я сажаю букетным способом вот эти выросли больше метр шестьдесят посажено было пять луковиц час там восемь а это красивые логибриды название по уму pink planet предыдущая лилия свисающая была все по вырастали просто огромные вот это pink planet розовая планета очень нравится легкий аромат у нее такой долго очень сами цветы держится недели две так точно посажены по три луковицы в промежутках между таями смарад смотрится красиво и радует ароматом когда проходишь по дорожке к дому ветра ураганы ломали мне гортензии я опоры вам рассказывала как а вот эти две мимо которых мы сейчас проходим мы сделали опоры специальные это будут штамбы если надо про эти опоры я расскажу они повторяют форму опоры у пинки-винки которые мы покупали гортензия пинки-винки уже начала розоветь вот эти штамбы если вам интересно какие именно опоры мы сделали напишите в комментариях сделайте обзор я сделаю маленькое видео и мы эту опору рассмотрим подробнее будут убираться у ванилы фрай с этих штамбовых внизу и будет штамбы а это лаймлайт соцветия прямо лаймовые лаймовые красивый цвет большой куст опоры из композитной арматуры но впереди огромный штамб гортензии которую метр восемьдесят это гортензия которую мы вместе с вами там тройной штамб формировали вот такая получается это наш лаймлайт на ветру колышется вообще гортензии вступают свою лучшую пору сад белый лаймовый и потихоньку начинает розоветь назрела у меня проблема видите какая менжулипы на дорожку выпадают скажем так и я ломаю голову так не хочется их отсюда пересаживать надо будет фигурную стрижку какую-то топиарную придумывать махровые лилии очень красивые с одной стороны зацвели более темно-розовые с крапом там дальше видео будет она ближе показана с другой стороны более бледнее еще не зацветают у нас там маленькая стройка возле ворот намечается будет скоро красиво это штамбовая гортензия фантом молодая этого года формировки есть много видео о том как я делала я вам рассказывала у нее получились огромные соцветия 43 сантиметра у одного внизу ветер отломал конечно опора держит но ветер отломал часть соцветий в этом месте удачно посажено вообще выбирайте для штамбов акцентные места повороты какие-то пересечения дорожек вот это magical sweet summer гортензия которая самая первая розовеет и будет стоять розовая до конца сезона это детка маленькая тоже этой же гортензии и красивенная лилия у нее необычно колышется ее тычинки на ветру ароматная лилия низкорослая но про лилия я сказала я вам расскажу позже а вот это новая зона сада которую мы делаем для новых радодендронов сделали укрытие потому что еще не закрывает его ни пенисетом лисохвостый редхэт вот этот видите уже метелочки выпустил очень мне нравится про него он будет закрывать радодендроны менджулипы по двум сторонам разрастутся и на заднем плане скальный можжевельник skyrocket радодендроны пуши purple я вам говорила и новый жилец новый житель моего сада радодендрон дженнифер именно вот этот сейчас мы посмотрим как разрослись мои skyrocket если вы помните видео я внизу ссылочки на все видео оставлю мы его формировали помните я вам рассказывала смотрите какой он уже пушистенький я просто с ножницами проходя по саду что-то делаю подхожу к этой олейке и состригаю верхушку не трогаю пусть верх нарастает состригаю края новых приростов зелененьких они будут стоянку отделять а вот это наш красивый новый барбарис rose glow по моему сейчас посмотрю точно название напишу вам пестролистный очень будет красиво смотреться на фоне голубоватой сизой хвои у skyrocket я вообще пестролистные барбарисы не очень люблю и все растения пестролистные ну как-то они мне не нравятся но вот получилось что два барбариса будет этот и сейчас вам другой покажу наташа это мой персик колонновидный который напоминает пальму кстати есть в этом году два персика у него вот в этой зоне у можжевельника между можжевельниками спартан у забора уже не распушились была у них первая формировка я пристригала хвою хвоя темно-зеленая красивая совершенно не колючая я сделаю обзор этого можжевельника вот барбарис наташа называется у него приросты розоватые с белой с белыми прожилками листиками красивые и немножко пестрые вот у меня получается два пестрых барбариса посаженные букетным способом два грин ринг и один наташа между можжевельниками спартан зона которую мы не раз уже видели любовались дёрен кауза закрутил свои листики лодочки сейчас покажу вам всего три месяца назад какой он был смотрите воронкообразная крона очень красивая у него крона и ёлочка хупси вот эти шишки мы сейчас увидим как были они три месяца назад розовые вот такие малюсенькие красивые красивые хупси в высоту набрала полметра а вот на заднем плане этот наш дёрен кауза совершенно невзрачный но у него ошеломительное цветение я сделаю видео покажу вам как он цвёл чтобы не росла трава я сюда насажала алисум который населся в ногах в перспективе будет клумба конечно укрыта корой травы не будет но всё сразу не успеваем мы сделать а это новый житель моего сада тис ягодный фастигиата робуста вырастет высоким колоновидным в обхвате будет всего метр плотная крона у него густо расположенные и не сильно разветвлённые мягкие иголочки будет вечно зелёный как кустарник до 6-7 метров ну я надеюсь что до 6-7 метров он будет слива растопыренная писарди редко мы её смотрим потому что я её формирую она ещё не имеет своей формы в ногах посажен лилейники посадила а вот про этот это шаровидная туя а вот про этот Барбарис Мария хотела рассказать отдельно смотрите какой он красивый ярко-ярко салатовая даже лимонная листва колоновидный плотная крона я вообще люблю симметричные посадки поэтому посмотрела он мне понравился и с другой стороны малыша посадила будет две ярко-салатовые красивые колонны присмотритесь к этому сорту это зона сада вообще интересная тут у меня посажена вот эта и Мария и с гипсофилой белые темные розы красиво красиво колышется эта гипсофила правда она уже отцвела и темные розы розочка абра-кадабра она вообще пестролистная у меня три пестролистных розы но выдала видите чисто бордовые темные соцветия бутоны разрослись вообще все растения в этом году а мы подойдем карки которая уже конечно отцвела вот так это было всего месяц назад роза айсберг и парфюм рояль а сейчас почти нету розочек но одна нас порадует это роза герцогиня крестьяна у нее помпановидные соцветия удочку такую выдала и цветет себе роз мало и сейчас проходя по саду я всегда возле нее останавливаюсь есть розы которые цветут но их мало там и на круглой клумбе по центру я вам сейчас покажу сосна обыкновенная я ее формирую в стиле неваки наверное видео ссылка есть как делаем тут появились плетистые розы будет берсо стоять но уже наверное на следующий год пока временные деревянные опоры четыре разные плетистые розы одна из них пинг айс я за нее делала обзор у нее в середине лепестки белые и по мере раскрытия издали она как 3d эффект переливается белым мая помогает нам обзор делать вот это самая первая гортензия magical sweet summer родоначальница всех остальных скажем так ее соцветия сейчас розовить стали и очень перекликается вот с этой розой я думаю вы ее узнали это роза gloria day одна из любимец один цветок показывает мне остальные только на бутонах зона у дома посажены возле роз гортензии низкорослые и на штамбе лилии от белые трубчатые очень высокие растут тут их пять штук одна за одной цветают но фон дают и для розы и для гортензии это гортензия бобо маленькая петунии разрослись вдоль бордюра довольно этим сортом мы его сажали зимой вместе у меня по всему саду украшает клумбы формированные мои можжевельники спиралью или как мне написала подписчица это не спираль это завиток хорошо пусть будет завиток вообще форма свободная стриженные туи а вот чем я занимаюсь обрезаю лилии которые отцвели и выбираю денек непогожий чтобы подстричь свои туи можжевельники вот это смарагд подстрижена внизу такую юбочку красивую в этом году сделала ну и зона где у нас тоже молодая штамповая гортензия и вот это хвойная композиция о ней хочу сделать скоро видео подробно по каждому растению подстригла еще вот этот пузыреплодник поднимаемую высоту потому что рододендрону внизу некуда на следующий год будет цвести где-то на полметра уже подняла ухост убираю убираю соцветия все равно расцветают цветут даже можно сказать не расцветают не хотят мириться с тем что я им не даю свои лавандовые цветы показать коробки у меня там для одного дела большого лежат рододендроны набрали уже новые приросты большие и на некоторых начали формироваться бутоны на следующий год это зона красивая круглый год вот присмотритесь тенелюбивые все растения подобраны лавандовые красивые какие цветы ухост потихоньку их конечно слизни мне портят но я в этом году решила с ними как-то не бороться жалко мне там пиво ставить или какие-то химические методы использовать пусть все идет своим чередом природное сейчас увидим махровую лилию красивая очень ароматная осталось у меня два цветка остальные все уже срезали на букеты ну и в конце видео нашего обхода сада хочу вам маленькое чудо показать вот эти туи я их стригу квадратами а в этом году стрижки не было потому что ранее весной я обнаружила маленькое чудо у нас птицы свели гнездо в этой туи они уже улетели наконец-то можно запланировать такое гнездо там и останется интересно на следующий год они прилетят или нет а на следующий год ой а сейчас уже можно стричь эту тую целый ряд туй тут посажен можно заняться их формировкой аллея гортензий всяких разных по сортам мы пройдем позже когда они полностью расцветут и опять же лилии розы и петуни подбивают им ноги вот эти лилии слабоароматные не навязчивый аромат их можно срезать длинная очень крепкая ножка и долго долго они у меня посажены вместе с ивоны я вам в начале видео показывала сорт если найду я когда обзор буду делать по лилиям я вам подпишу вот такая наша прогулка по июльскому по июльскому саду лилийники они у меня тут в полутени посажены как-то не очень видны их вот эта большая гортензия закрывает magical фар гладиолусы начинает зацветать вот эта гортензия она еще вообще бутоны не набрала у нее фертильные соцветия которые почему magical фар магический огонь потому что бордовые такие становятся соцветия с фертильными цветами а это роза софи луис у нее квартированные слегка не слегка квартированные соцветия вообще у меня это клумба с темными розами пурпурными темно-фуксиевыми тут и режисс макрон роза и домен детиер но мы посмотрим на эти розы когда они второе цветение у них начнется ну а сейчас наше видео постепенно заканчивается прогулка по саду когда-то должно закончиться гортензии вот-вот уже все соцветия я бегаю когда дожди начинается проверять держит ли моя композитная арматура все держит все нормально теперь будем ждать когда нас розы вторым цветением порадует когда будет вот так красиво ну так конечно уже не будет будет меньше все идет своим чередом и скоро будут новые цветы в саду новые краски а мы встретимся с вами через несколько дней в следующем видео всего хорошего видео и Субтитры подогнал «Симон»!